Ну, вы знаете, я часто бываю в Европе, и совсем недавно я вернулся из Испании. Я люблю путешествовать, и на машине вместе с моими друзьями мы объехали, ну, север Испании, такие выдающиеся, потрясающие города, как Саламанка, Сан-Себастьян, Бильбао, Сантьяго. Это очень малоизведанные для русских туристов вообще места. Да, вот, и вообще Испания же считается одной из самых бедных стран в Евросоюзе, да. Вот, и я ожидал увидеть бедность и нищету, и могу сказать, что я ничего особенного этого не увидел. Вот, во-первых, там потрясающие дороги, во-вторых, там очень развитая вообще инфраструктура. Вот, да, люди скромно живут, но, ну, сказать бы так, чтобы они были все там в нищете, нет, я так не могу сказать. Я, в общем-то, за них порадовался. Я уже не говорю о Мадриде. Мадрид – город вообще очень живой. И я в Прадос сходил, в музей, которым я мечтал много лет. Вот, но, конечно, внутренние проблемы в Евросоюзе, наверное, существуют. И понятно, что разные страны живут по-разному, и как там все сложится в будущем, трудно сказать. Но, действительно, многие очень предрекают, в смысле, Сорос, там, да, предрекают Евросоюзу распад. Но, слушайте, мы не знаем, что будет завтра, и вообще человек загадывает, да, не знает, так сказать, что случится с ним в следующий день. Поэтому надо жить здесь и сейчас, жить настоящим, и получать удовольствие от жизни, и стараться сделать так, чтобы всем было лучше. Продолжение следует...